сейчас нам надо разобраться с этим манометром получилось как пришла к нам партия и у него стрелочка индикация стоит не на нуле и вот нам надо взять стрелочку выставить в ноль так понимаю внутри механизм пружинчатый через какой через который передается движение на стрелочку при попадании на жидкости либо воздуха под определенным давлением пружинка изменяет свою форму и также движет стрелочка нужном направлении низ или вверх сейчас нам надо выставить ее в ноль также у нас есть два контакта верхний уровень и контакт нижнего уровня они выставляют с помощью так вот крутилочки нам надо для того чтобы выставить определенный уровень просто нажать на каждом контакте есть зацепка и она двигается нажимаем и двигаем так же самое там нижний только шоу сейчас верхний попробуем так же само поменять они двигаются все контакты выходят вот сюда вот три контакта один общий и верхний и нижний уровень так для того чтобы нам попасть внутрь нам для этого надо взять снять вот эту верхнюю часть сначала она одета на плазике три штуки их просто берем прокручиваем так раз все мы прокрутили видим контакты ну и получается сейчас попробуем подвигать стрелочку возвращаются в прежнее положение следующее что я буду делать это задней части открутить три болта но для того чтобы вытянуть внутренность и посмотреть что он находится внутри в задней части болты откручены вся часть внутренняя уже свободно движется и мы можем ее посмотреть правда я ее не могу сейчас все вытащить сейчас как у нас провода подключены оси вот этой вот они идут коробочкой поэтому немножко будет мешать но и получается у нас внутри есть вот это вот трубочка в которую попадают жидкости она под воздействием жидкости под определенным давлением меняется состояние то есть разгибается либо сгибается на довольно таки упругая и вот сейчас посмотрим стрелочка сейчас под подвигу я получается я щас трубочку сгибаем то есть и у нас стрелочка выходит 0 для для этого нам надо чтобы она изначально в нулевом без воздействия какой-либо силы находилась на положении и надо подогнуть у нас здесь есть вот это вот перемычка и что пружинку согнуть но вот эту перемычку надо разогнуть нужно разделать отверткой разогнуть этот сгиб либо плосковым цена круглого кубка сейчас возьмем таки открою цены трубы разогнать корпус мешает сейчас более доступно стола разгибаем он довольно таки просто разгибается как мы видим состояние стрелки находится в необходимом для нас состоянии может быть просто она быть сильно разогнутым поэтому я немножко сейчас по чуть-чуть подогнал чтобы у нас стрелка находилась не сильно зажатом положение потому что будет отображать неправильное значение давления как видим стрелка до нуля полностью не упирается в принципе я думаю этого будет достаточно чтобы стрелка возвращалась в исходное место сейчас попробую понажимать нажимаю вот эту трубочку и как видно на оси идет шестеренка на которой передается движение через прямо прямую шестеренку развернутую ну так вот происходит движение стрелки все просто вернуть в исходное положение стрелку подогнув подогнув вот этот вот разогнуть немножко этот вид ну или наоборот все насильно запавши собираем вставляем все корпус смотрим что провода не были оторваны во время ремонта чтобы не начать ремонтируем что другое и так вот все возвращаем в исходное положение